Дальше Всевышний Аллах Субтитры говорит про Иблиса «Ля'анаху Аллах» Аллах его проклял «Ля'анаху Аллах» «Ва кааля ла аттахизанна мин аибадика насибам мафруза» Аллах его проклял «Ай абаадаху ан рахматии» «Отдалил его от своей милости» «Ва каль» Но Иблис сказал «Я не каль Иблис» То есть Иблис сказал «Ля аттахизанна мин аибадика насибам мафруза» «Я непременно заберу назначенную часть твоих рабов» То есть назначенную, выделенную для меня То, что ты предопределил Обязательно заберу «Ай хаккан маалюман» То есть известное право «Ва маутыя фиги Иблис фагу мафрузу» И поэтому тот, кто подчиняется Иблису Или то, в чем подчинились Иблису Фагу мафруз — это и есть его доля Это и есть его доля Братья, какова доля шайтана? Вот этот насып, мафрут Вот эта вот уделенная шайтану доля какая? Пророк, салаллаху, алейхи и асалям Братья, рассказал Это страшный хадис И сейчас мы этот хадис И этот аят, баракулуфикум Посмотрим через то, что происходит в наши дни Во-первых, насчет доли Пророк, салаллаху, алейхи и асалям Сказал о том, что Всевышний Аллах Сказал однажды «Я Адам, о сын» «О Адам» «Вот я перед тобой готов тебе служить» «Сказал дам» «Вальхайру фи ядайк» «И добро в твоих руках» «Фаякуль» Всевышний Аллах ему скажет «Ахрич ба'фаннар» «Выведи тех, то есть из своих потомков Кто войдет в ад» «Калю вама ба'фаннар» И тогда Адам спросит у Господа «А каков? То есть кто из моих потомков? Или какая часть из моих потомков будет в аду? «Каля мин кулли альфин тис аумия уатис ата ватис аим» Сказал «И с каждой тысяча девятьсот девяносто девять» «Братья из каждой тысячи девятьсот девяносто девять» «Этот аят, братья и сестры, должен пугать каждого мусульманин» «Как мы видим это в наше время?» «Братья в наше время, Субханаллах» «Даже не говоря о верующих, не о неверующих, даже не говоря уже о неверующих, верующих в каком положении станет» «Вот давайте мы не будем говорить про исламский канал» «Вот ты зайди в YouTube и посмотри какой-нибудь бизнесмен или учитель учит как вести бизнес или учитель физик учит как физики или учитель по химии учит химии или учитель по математике учит математику и посмотрите количество подписчиков на этих каналов и посмотрите количество просмотров этих видео «А потом посмотрите канал, где какой-то блогер дебил просто головой машет, как дурак смеется глаза как у шайтана делает и посмотрите количество его подписчиков и посмотрите количество его просмотров тут тысячи две три, ну десять тут миллион два, три, десять и вот тут мы и ладно, и это я сказал про неверующих давайте теперь посмотрим на мусульманский канал исходя из того, что мы видели из неверующих мы поняли, что сейчас человечество ничего не интересует, кроме развлечения кроме развлечений человечество сейчас ничего не интересует поэтому все человечество на развлекательных каналах давайте теперь сузим круг и посмотрим мусульман разве у мусульман не такое же положение? посмотрите Баарак Луфикум каналы развлекательные где так называемые исламские новости исламская одежда, исламская еда, исламские блогеры и все, что различить, сколько там миллион подписчиков и посмотрите, когда разбираются слова Всевышнего Аллаха уроки, где братья какие-то требующие знания дают уроки по Тафсиру дают уроки по Таухиду дают уроки, разбирая Сунну Прауксалса дают уроки, разбирая Фикх и вот тут ты понимаешь слова шайтана я обязательно заберу назначенную мне часть твоих рабов вот она где часть шайтана вот это количество подписчиков и как мы видели в хадисе сколько? из каждой тысячи девятьсот девяносто девять то есть грубо говоря так девятьсот девяносто девять подписчиков на шайтана и один подписчик не на шайтан на слова Рахмана или на слова посланника Рахмана вот это братья вот и поэтому братья Баарак Луфикум пусть каждый брат и каждая сестра посмотрят на себя посмотрят на своих детей посмотрят куда они подписаны на шайтана они подписаны на слова шайтана на дела шайтана или на слова Рахмана и его посланника салаллаху алейхи вассалям и как мы видели братья страшно в каждой тысячи девятьсот девяносто девять что такое языковое значение отрезанное что-то обрубленное то есть как сказали удел вот отрубили шайтану вот эту вот часть поэтому вот фурда говорят это что-то вроде как гавань в реке или в озере или в море вагия сульма это брешта кунуфи который бывает вот в реке или же в каком-то водоеме ва фардуль каус воширак также говорят на преслову ва фардуль каус воширак то есть имеется ввиду зарубка на луке лешак калязи якунуфи уатора это когда лук палкой в нем же вот зарубку же делать чтобы туда потом нитку сделать ее тоже как называет фардуль каус в арабском языке вальхайта лазью шаду би и шарак то есть и веревка который натягивает вот этот вот лук и теперь смотрите Аллах его проклял но шайтан сказал я непременно заберу назначенную часть своих рабов и смотрите теперь как он это будет делать и не смеет Везде мы видим, здесь лям какая подтверждающая, то есть это все клятва. То есть он говорит, в Аллахе, я возьму свою назначенную часть рабов, в Аллахе, я сказал. Братья, когда кто-то клянется, он будет все причины для этого брать. Он будет все причины для этого брать. Я непременно веду и заблуждение, то есть заблужу, чтобы они отстранялись от истины. То есть имеется в виду, я их обольщу. То есть эти слова говорит Иблис. Он имеет в виду, что при украшении, то есть каким образом он будет заблуждать. Не так, что все вводи в заблуждение человек, нет, он приукрасит. Уэлля фа ляйса и ляй именно для лещей. На самом деле он ничем не владеет. Не так, как в наше время говорят люди, что в наше время, что сатана всем управляет. Сатана ничем не управляет. И как мы с вами говорили вчера на уроке или позавчера на уроке, то, что шейтан сказал, скажет в судный день, обращаясь ко всем своим последователям, У меня над вами никакой власти не было. Так же Аллах сказал, Инна каиды шайтане каана да аифа, поистине хитрости шайтана слабы. И поэтому шайтан что делает? Приукрашает. Братья, в наше время, Субхан Аллах, братья, сердце разрывается. За кого? За новобранцев в исламе. Смотрите, братья. Поэтому уделите особое внимание вашим детям. Следите за своими детьми. В наше время девочка 15-16 лет. В исламской так называемой семье. Или же приходит новая девушка, молодая, барак лауфикум, в ислам. И когда она приходит, в ней столько энтузиазма, ей хочется познать исламский мир, ей хочется приблизиться к исламскому миру, и она заходит в инстаграм и видит вот этих вот полуумные создания в хиджабе. Бомбиты, да, их называют на Кавказе, по-моему? Бомбит в хиджабе. Вот с такими вот губами. Вот с такими вот красками по полкило и так далее. И эта же сестра наивная думает, что вот это же есть из ислама. Ты это же думает, что это есть из ислама. Сестры-мусульманки, которые блоги ведут, о том, как надо близость с мужем проводить, никакой стеснительности нет. Ведут блоги о том, в каких позах, как поза и так далее. Исламский, это что? Исламский сексолог называется в наше время. В наше время хоть что делать, подоставь просто исламский и все. Представляете? И вот эти бедные, маленькие, молодые девочки, приходя, заходя, подписываясь в этот инстаграм, он верит, распринимает и как чистая монета, думает, что это и есть из ислама. Вплоть до того, что даже появились танцы на шесте исламские рекламы. В одной из республик стран СНГ сестра какая-то открыла клуб, как называется, танцы на шесте. И собирает там, говорит, там все условия есть, мы все по-исламски делаем, чтобы только сестры присутствовали и так далее. А это что? Это слова шайтана. Я их обязательно заблужу, как приукрашая. Шайтан приукрашает. И поэтому имам Баага говорит, то есть он по словам заблуждения, шайтан имел в виду приукрашение. Потому что на самом деле не в его руках заблудить кого-то. Как сказал он в другом аяте, я обязательно приукрашу им все, что на земле. Дальше шайтан сказал из тех вещей, которые он обещал, то есть искал свою долю оторву, а это из каждой 1999. Заблужу их, приукрашай им. И возбужу в них надежды. Брат, Барак Лауфикум, говоришь ты в наше время, братья, сестра, давайте уроки слушать, давайте книги читать. Брат, некогда сейчас вот чуть-чуть бизнес-работа туда-сюда, вот сейчас чуть-чуть вот на ноги встану. На ноги встанешь. На ноги встает только единобожник. И саббиту Аллаху ля вина, аману белькаули саббит, аяте дуни уфилляхри. Аллах укрепляет тех, которые уверовали, крепким словом, а это слова ля и лагрила. Не сказал Всевышний Аллах, что Аллах укрепляет тех, у кого больше денег. А сказал укрепить ковчем, белькаули саббит, филхайти дуни, крепким словом, на этом свете, а это ля и лагрила, уфилляхри, на том свете. Ты на какие ноги хочешь стать? Ты уже инвалид, что ты так думаешь? Ты без ноги, без руки, что ты так думаешь? На ноги встану, потом начну требовать знаний. Нет. Надо требовать знаний и потом бизнесу стремиться и так далее, и так подобное. В Аллахе, ты умрешь, ни одна копейка с тобой в могилу не зайдет. С тобой останутся только твои праведные дела. Ни твои звонки целый день по двум-трем телефонам и так далее. Ни твои связи, ни твои конференции, ни твои... Это ничего тебе не поможет в сотный день. И вот поэтому шайтан сказал, ляу маньян нагом. Вот тот, кому до сегодняшнего дня шайтан вселял надежду и говорил, брат, да успеешь, еще время есть, подожди, чуть-чуть на ноги встань, бизнес, и еще тебе приходит ляу за гинан нагом, сказал, приукрашает. Брат, ну ты же деньги зарабатываешь, чтобы садок отдал. А если этот брат сам с собой один на один честным останется и скажет, брат, я когда бедным был, у меня зарплата была 200 долларов. И субхан Аллах, я каждый месяц как минимум 20 долларов садока дал. То есть сколько? 10% своей зарплаты. Сейчас я зарабатываю примерно каждый месяц 2000 долларов. И я 200 долларов садока не даю. Я даю только 100 долларов садока или 50 долларов. И при этом я сам себе успокаиваю. Раньше же я 20 давал, а сейчас же я уже 50 начал давать. Так или не так? И я возбужу в них надежды. Имам Багави говорит, я не уманьяннахум, рукубаль хава. То есть говорит, имам Багави вызову у них желание следовать страстям. И я внушу им то, что нету рая и нету ада. И не будет воскрешения. И я так же сказано, и дракал ахритм рукубаль маасы. Из тех вещей, которые будет делать шайтан, возбужил в них надежду, что можно спастить на одном свете, делая грехи. Аллах прощает же. Аллах же прощает. Аллах же все прощает. Некоторые люди говорят, инна ла ла афиран юширкаби. Альхамду лля, я ширк не делал. Аллах не прощает все, кроме шри. Я ширк не делал. Альхамду лля, даже если я грехи делал и так далее. Так. Аллах сказал, сказал, «Ваяхфир умадуна далика ликуль манляю шрик беля». Каждому, кто не совершил шрик, сказал, «Ли ман яша». Тебе кто сказал, что ты попадаешь в число тех, кому Аллах простит? Тебе кто сказал, что ты попадаешь в число тех, кому Аллах простит? Аллах алим, насколько ты в ад зайдешь, даже если ты шрик не совершаешь. Братья пророк, салаллаху алихи и алим, сказал, что воскреснет человек в судный день, который никогда никаких трудностей не испытал. То есть, грубо говоря, либо владыка какой-нибудь, либо сын владыки. Ну, скорее всего, сын владыки, потому что, если батя занимается делами, сын уже, можно это, золотая молодежь же, говорят. И его просто окунут в ад, окунут. И спросят, ты когда ничего нехорошее видел? Он скажет, «Валлахи никогда ничего хорошего не видел». «Валлахи никогда ничего хорошего». Это просто так он. А представь, зайти туда на 5 минут, а просто 5 минут над газовой плитой палец, подержи палец, кончик пальца. При том, что пророк Салсин сказал, что на руль Ахера, огонь того света, в 70 раз хуже, чем огонь этого света. Валя, дальше, говорит, я их заблужу, я им приукрашу, то есть заблужу приукрашением, что? Вселю в них надежды, правильно же? И я им прикажу, и они обрежут уши у скотины. Под Анаам скотина подразумевает собратья верблюды, коровы, бараны. То есть баракалуфикум, что имеет в виду шайтан под этими словами? Что он прикажет людям, чтобы они помечали свои животные, делая этих животных священными. Они говорили в том, что если, допустим, верблюдица столько-то, столько-то раз родит, она становится священной. И поэтому подрезали ей уши, заявляли, что на подобной верблюдице нельзя ездить, нельзя ничего возить, нельзя пить ее молоко и так далее, и тому подобное, и отпускали ее на воле. Вот именно, имеется в виду, именно такое подрезание ушей. То есть подрезание ушей в знак того, что это животное священное. То есть я им прикажу, чтобы они изменили творение Аллаха, имеет под творением, подразумевается, что религия Аллаха, то есть фитро-естество, как говорят ученые муфастеры. Фитро-естество. То есть изменит их естество единобожие на ширк. Изменит их убежденность на сомнение. Изменит то естество, на котором создал Всевышний Аллах на что? На что-то искаженное, как в наше время появились мужчины, которые захотели быть женщинами. Женщины, которые захотели быть мужчинами. То есть некоторые люди думают, когда некоторым мужчинам скажешь, брат, ты что, гомик, что ли? Например, почему? А что ты? Кастауфер, он с тобой драться. А что ты одеваешься? Как гомосексуалист. Сейчас в некоторых республиках баракалуфикум борода и в обтягивающих штанах ходят, в лосинах, джинсы-ласин. А? И в красных вот таких розовых туфлях. А попробуй ему скажи, что он гомик. Драться с тобой полезет. И еще с поломанными, кажется, может быть, ушами он. Ну зачем ты тогда одеваешься, как женщина одевается? Если ты не такой. Потому что шайтан сказал, я им прикажу, и они обязательно изменят творение Аллах в фитру. Видишь, в тебе фитра поменялась. Зато женщины у нас, наоборот, стали как мужчины ходить. Сестры начали ходить, как мужчины. И это подобные слова Всевышнего Аллаха. Нельзя менять творение Всевышнего Аллаха, то есть фитру. Имам Бага говорит, то есть имеется в виду, то, что шайтан прикажет людям, и они начнут менять те положения, которые установил Всевышний Аллах в религии, называя харам халялем и халяль харамом. И кри, некоторые муфасиры сказали, то есть они искажат троиня Всевышнего Аллаха, делая кастрацию себе или делая себе наколки. Это касается людей. Делая себе кастрацию или же делая наколки. В наше время есть такие люди, создания, вот эти непонятные даже людьми, их язык не поворачивается назвать, которые отрезают себе половые органы, мужчина и превращается в женщину, а потом на салалах. Ухатриль Адзан, барак лауфикум, имеется в виду, отрубает уши, как мы сказали, это уши отрубает как? С намерением освещать эти животные. Также к изменению фитры заходит, что, как пришло в хадисах, точить зубы для красоты, то есть делать зубы красивыми, при том, что нету в них изъяна, но делать их еще красивее, чем они есть. вырывать брови, что делают, я не говорю, женщины некоторые, сейчас даже мужчины появятся. Наращивание ресниц, ношение парика, накачивание губ, делать всякие пластические операции, цели улучшения того, что есть. Бритье бороды многие ученые тоже считают, чем изменением творения Всевышнего Лос-Модель мужчин. Бритье бороды тоже многие ученые говорят, что Эхла Фамина считается изменением творения Всевышнего Лос-Модель, если человек это делает постоянно. Барак лауфикум, оно понятное дело, что если то, что мы сказали, если у человека есть изъян, то есть испортились зубы, и он их восстанавливает, то в этом проблеме. Или у человека, грубо говоря, зайчая губа, допустим, он восстанавливает эту губу и так далее. Проблем нет. Это не заходит в изменение творения Всевышнего Лос-Модель. А все, что есть, нормальное, на форме, но люди приукрашают, как женщина, грудь свою красивее делают и так далее. Все это является изменением творения Аллаха, и все это является подчинением кому? Следованием за шейтан. Поэтому в этом аяте, братья, ученые, говорят, указая на то, что основой в изменении создания является запрет. Нельзя ничего изменять. Если только не будет отдельного довода на обязательность, желательность или дозволенного. Как, допустим, например, делать обрезание. Приказано, правильно же? Брить, допустим, в паху, или же выщипывать мышки под волосами, или же подстригать, укорачивать усы, или закрашивать седину. Ну, при условии, чтобы это закрашивание не было каким-то черным цветом. Говорит имам Багау, и также прикажет им изменять творение Всевышнего Аллаха, это когда отрубают уши животными с намерением освящать. И поэтому некоторые, даже ученые, запретили, он говорит, некоторые, но на самом деле, среди ученых это нет, что человеку запрещено себе делать обрезание. И некоторые ученые дозволили это в отношении животных, и более правильное мнение, что это в отношении животных дозволено, потому что имам Багау говорит, ля нафи гарадон лагиром, потому что обрезанное животное, в нем есть явная цель, а это что? Татьибу ллахам, чтобы мясо было вкуснее, приятнее, без запаха. Кастрация, да. Кастрация, я обрезанно. Кастрация, я имею в виду, кастрация, барак. Жак, ва хай. Ва хилля тагьиру халька ллаху анна Аллаха тааля халякал анаамалир руку. И также говорят ученые о том, что изменение творения Всевышнего Аллаха, то, что Всевышний Аллах создал животных для того, чтобы на них ездить, и чтобы их кушать, но они объявили этих животных священными и запретили на них ездить и кушать. Всевышний Аллах создал солнце, луну и камни для того, чтобы роды пользовались этими вещами, а они начали поклоняться этим вещам помимо Аллаха. Дальше Всевышний Аллах говорит, а кто превратил шайтана своего покровителя и помощника вместо Аллаха и Роббан Ютрёху, то есть Господом, которому будет подчиняться, тот уже потерпел очевидный убыток. Тот потерпел очевидный убыток. Аллах говорит дальше, после того, как рассказал о словах шайтана, шайтан обещает им и вселяет в них надежды. То есть его обещание и то, что он внушает ему надежду, это то, что он внушает человеку, или же научает человеку в сердце, что у него жизнь еще длинная. И может быть так, что он тоже пугает человека бедностью. Мы же с вами разбирали в Суре Бакара. И поэтому запрещают человеку расходовать, запрещают поддерживать рост и наузы. Кому сказал Аллаху, как сказал все ваще Аллаху, а шайтану яиду куму льфакр. Шайтан побуждает, шайтан обещает вам бедность. Шайтан обещает вам бедность. То есть будешь расходовать, тратить на родных, на близких, на братьев, на знакомых, на соседей и так далее, и тому подобное, это от шайтана брать. Аллахи, братья, из тех вещей, которые помогают бороться с этим вопросом, вот как только такая мысль тебе пришла в голову, то есть когда ты захотел дать садак, и шайтан тебе пришел в голову, вот сломай этого шайтана и дай садак. Сломай этого шайтана и дай садак. Ва юманихим усиляет им надежды или внушает им, то, что не будет воскрешения, не будет рая, не будет тада. Но шайтан обещает им только обольщение, то есть обещает, его обещание является ложью. И вот Всевышний Аллах, субхану али, обратите внимание, когда перечислил тех, про кого шайтан сказал, что он их заблудит, приукрашая им, селит им в надежду, прикажет им делать то, что не приказал Всевышний Аллах, как говорится, освящать животных и так далее, изменять творение Всевышнего Аллаха, обещает им что-то, внушает им надежды и так далее. И все, кто под это попадает, под влияние шайтана, Аллах сказал, Их пристанищем будет ад, и они не найдут пути к спасению оттуда, аймафарран, то есть не найдут места, куда бежать, или же не найдут убежище от этого, в Аллаху аля. Субтитры создавал DimaTorzok